Религия, экономика и экология. Пересечение этих сфер жизни обсуждает на Всероссийской научно-практической конференции в Сыктывкаре. Организатор форума Духовное управление мусульман Республики Коми. Участники, представители духовенства, разных религиозных конфессий, общественники, ученые, преподаватели вузов, студенты, а также гости со всей России. Доклады выслушала Ольга Коняева. Экономика и религия. Эти два понятия далеки, но в то же время не могут существовать друг без друга, как земной не может без духовного. Экономика без морали – это просто культ поклонения золотому тельцу. У народов, исконно населяющих нашу страну, на первом месте всегда стоят духовные ценности, говорят участники конференции. В погоне за прибылью разрушается и сам человек, и разрушается та среда, в которой он живет. И в конечном итоге без этих духовных и нравственных ориентиров упускается самый главный, наверное, смысл человеческой жизни. И поэтому об этих ориентирах забывать нельзя, учитывая, что они для наших религий, основных конфессий, они у нас общие. То есть все религии построены на общих идеалах добра. Это то, что объединяет нашу страну, объединяет наши народы. Второй глобальный вопрос форума – экология, категория, к которой мировые религии относятся с точки зрения нравственности. Взаимоотношения с природой определяются духовной культурой человека. Ислам, как говорится, это и халяль. Мы когда говорим халяль с точки зрения ислама, это дозволена чистота во всех отношениях. Это и природа, и одежда, и здоровье. Это все сюда входит в этот термин. Поэтому и экология – это неотъемленная часть ислама. Председатель Духовного управления мусульман Коми Вали Ахмад Гаязов на открытии форума подчеркнул. Несмотря на существенные достижения науки, ответ на извечный вопрос, как жить дальше, человек ищет в религии. И тут важно правильно трактовать священные писания. Поистине, этот караб, он благородный. Это великая книга. И также в другом месте Всевышний Господь описывает человека. Мы возвеличили, мы сделали человека, Карима, тоже благородным. Благодаря этой книге, благодаря священному писанию, человек становится благородным. И не говорим только мусульманам. Он говорит, что каждый человек, он благороден. У каждого человека есть право на жизнь, на счастье, на сохранение своей чести, сохранение своего имущества. И никто не имеет права к секретным. Мы всегда приглашаем и духовное управление мусульман откликается, с удовольствием посещает наше учреждение, где проводят и беседы с осужденными, и обряды определенные. И для этого у нас есть соответствующие условия. И молильные комнаты, и выделяем отдельные помещения для проведения всех этих мероприятий. Конечно, всегда осужденные с удовольствием встречают в Алихматах Азратах. Конференция продлится два дня. Сразу на нескольких площадках сыктывкарских вузов будут работать несколько секций. Представители разных религиозных конфессий, общественники, ученые, преподаватели вузов, студенты, а также гости со всей России будут искать пути решения общих наболевших вопросов. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрген, Сыктывкар.